Всем привет! Кто любит махнатых чудовищ! 10 марта, мороз у нас лютый, сосульки на уликах висят. Ох и морозище! Ночью минус 9 градусов. Снег выпал, снег у нас море. В общем такая вот весна. У нас обычно облет пчел 8 марта, а это наверное будет как в прошлом году, 1 апреля облетятся. Надо менять методы пчеловождения, с учетом того, что пчелы теперь 8 марта уже не облетываются. Ближе к апрелю будут облетываться. Ну и задавали вопрос, что делать в таких случаях, когда вдруг резко заморозки. Вот сейчас откроем этот синенький улик, мы его постоянно открываем, чтобы было видно, что там делают пчелы. И посмотрим, что делает клуб. Фундук уже распустился, пылит, а пчелый не летает. Было пару теплых дней, фундук тут как тут, только пыльцу собирайте, а они сидят по ульям. Вот вам и холода. Фундук не вовремя, конечно, начал пылить, к сожалению. Останутся мои пчелки без пыльцы. Так, ну надо будет их тогда белковой подкормкой кормить, потому что как же по-другому. Там вижу люди, видео выкладывают, что у них облет уже был хороший, но у нас облета еще не было. Были теплые дни, они еле-еле там как-то облетались, то не все. Но в общем хорошего такого весеннего облета у нас еще не было. Поэтому считаю, что облета у нас не было. У нас война нынче. Это у нас истребители летают тут над головой каждый день, каждые 30 минут. Но это сегодня нет. Вчера один только пролетел. Где-то там высоко. А сегодня ни одного еще не было. Поэтому сегодня спокойно. Наверное, керосин не привезли. А то какой-то день я возле Ульев бегал, а он прям над головой. Чуть мне крышу с дому не снес. Пролетел. Уши заложило прям. Так низко пошел. Так, ну это печальная история. Давайте посмотрим, что тут делают пчелки. Нас интересует, что делают пчелки. Откроем, подморозим, чтобы они вниз опустились. Потому что если сейчас открыть, то они конечно ринутся прям на меня. И мне мало не покажется. Сейчас они немножечко успокоятся. Посмотрим, как там они себя ведут. Так, ну уже вижу, что они начинают обгаживаться. Им, этим пчелкам нужен облет. Облета у нас конечно не было. Так, ну и задавали два вопроса. Можно ли их после облета сокращать? Так вот, после облета их надо сократить. Если вдруг там семейка ослабла, обсыпалась. И вы до этого их не сократили. То сейчас лишние рамки надо убрать. Потому что надо экономить сейчас тепло. Сейчас у них пошел уже расплод. И надо экономить тепло. Поэтому каждая лишняя рамка в гнезде, это лишний расход тепла. Поэтому желательно, если семейка вдруг у вас сидит в просторном гнезде. Сейчас их подсократить. Оставить им столько, сколько они обсиживают. Сейчас расплода больше, чем на двух рамках, не будет. Поэтому можно смело сокращать. Этим вы матку никак, скажем так, не затормозите. Вот они злые. Холодно начинает кидаться на руки. И второй вопрос задавали. Что же делать, если вдруг вот пришли такие холода? Ну, первое, как уже сказал, сократить. Второе, посмотреть, что делается с кормами. Если с кормами все хорошо, закрыть и не трогать. Если с кормами все плохо, обязательно надо кормить. Потому что холода. Сильная семья, холода переживет. Без проблем, какие бы там холода не были, сильная семья переживет. А вот слабенькие семьи, вот эти вот холода весенние, возвратные, могут не пережить. Потому что клуб распадается. А тут резко, трах-бах, на ночь заморозки. И слабенькие семьи не всегда успевают собраться в клуб. И таким образом они замерзают. Ну, надо сказать, что чилиная семья. Это такая штука довольно инерционная. Поэтому за день, за два они точно не замерзнут. Ну, в общем, по моему опыту. Семейка не замерзнет, если холода у вас возвращается дня на три. То есть они три дня, даже слабая семейка, вполне себе сильные морозы может пережить. А вот если морозы у вас на недельку зарядили, то вот слабенькие семьи их могут и не пережить. И частенько слабенькие семьи пропадают вот именно уже в конце зимовки, можно сказать весной. Потому что не переживают вот этих вот возвратных холодов. Клуб распадается, а назад они сбежаться не успевают. Поэтому к слабеньким семьям надо особенно тщательно относиться в этом вопросе. Ну и давайте посмотрим, что тут у нас в этой семейке. Минус 8. Вот они, улочку на крайней рамке бросили. С этой стороны на крайней рамке тоже улочку бросили. И сейчас занимают полностью 1, 2, 3, 4 улочки. Полностью забиты. Пчелы сидят внутри улочек, греют расплод. Сверху пчелок практически нет. Вот можно ближе посмотреть на их наглые рожи. Они чистые, сухие. Полностью занимают улочки. Четыре штуки. То есть это семья. Она сидела на 6 на 7 улочках. Сейчас они сбежались в 4 улочки. И занимают улочки. От начала улья и до следующей стенки. Полностью все в пчелах. Все 4 улочки забиты пчелами. То есть клуб у них распался. Потому что клуб он в виде шарика. А сейчас конечно шарика нет. Так, сейчас что я сделаю? Сейчас я посмотрю, что там делается с подмором. Потому что с кормом тут все нормально. Я на прошлых видео показывал. Я им подставлял рамки с кормом. Поэтому за корм я здесь спокойен. Тут корма у них хватает. Передерживать пчел тоже не надо. Потому что солнце сейчас, мороз и солнце. День чудесный. Все как в стихотворении. Поэтому пчелы видят солнце. Если их передержать лишнего, они пойдут на облет. Поднимутся в воздух. И соответственно то, что воздух поднялась назад уже вряд ли вернется. Поэтому передерживать пчелок не надо. Это я для видео сейчас их открыл. А в нормальной работе этих пчелок открыл, посмотрел. И сразу же надо прикрывать потолочинку им. Чтоб они не видели солнышко. Потому что видят солнышко, начнут подниматься в небо. А нам это не надо. Потому что воздух сегодня холодный, непрогретый. Значит пчелки будут замерзать. Так, сейчас моя задача выудить крайнюю рамку. Посмотреть, что там с подмором. Смотрим туда вниз. Смотрим туда вниз. Там подмору нету много. Ну и все хорошо. Значит эта семейка не сыпется. Все чудесно. В общем сейчас надо смотреть сбоку рамок. На дно улья под низ рамок. Там сейчас вся информация. Если пчелки вдруг сыпятся, там сразу все это видно. Так, собираемся назад. Тут все хорошо. Все чудесно. Ну, самый главный инструмент, если у вас большая пасека, конечно резиновая трубочка. И слушайте, как гудут пчелки. Если пчелки вдруг притихли, потому что сейчас уже клубы распались. Пчелы начали выращивать расплод. Их в трубочку хорошо слышно, как они жужжат. Если пчелы ни с того ни с сего притихли. И их плохо слышно. Надо открывать улья, потому что там скорее всего меду нет. Пчелы начали экономить, значит мед. Прекращают всякую деятельность. Прекращают жужжать. И начинают экономить мед. Такие вот дела. Так что, если у вас было тепло, а потом вдруг резко сильные морозы, сразу надо убедиться в нескольких вещах. Первое. Наличие корма. У пчел, если корма нет, не считаясь с жертвами, которые могут быть, надо их кормить. Потому что без корма они холодов не переживут. Если кормов мало, кормить в любом случае, несмотря на погоду, несмотря ни на что. Пчел обязательно нужно, соответственно, утеплить, если клубы уже распались. Распались клубы. Обязательно пчелок утеплите. Не экономьте на утеплении. И самое последнее. Если семейка слабенькая, смотрите прогноз погоды. Если холода затягивается на неделю, то слабенькие семьи требуют к себе повышенного внимания, вплоть до искусственного подогрева. То есть наливаете в пластмассовую бутылочку кипяточку и сбоку ставите возле семейки. Эта бутылочка их сутки будет греть. И так их поддерживайте. Если семья сильная, то ничего делать не надо. Такие вот дела. Так что утепление, подкормка и период холодов. Это все, что вас должно в это время интересовать. Ну а сегодня было такое видео. Ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. И передаем привет моим хорошеньким медвежаткам. Опять где-то что-то бахает, кого-то бомбят уже.